Добрый вечер. В эфире каналы Россия 24. Программа Вести Ульяновск. Итоги дня их подведу я, Ксения Грищенко. И вот что вы увидите. Для одних курительный досуг, для других головная боль. Вместе с депутатом Гордумы сотрудники правоохранительных органов идут по кальянным. Древненародные традиции в современном мире они стараются не утратить. В Ульяновске прошел Чувашский Акатуй. Подробности в выпуске. Обсуждением вопросов развития легкой промышленности открыли сегодня аппаратное совещание правительства региона. В отрасли отмечают положительную динамику индекса промышленного производства. Цифра приближается к 105%. Но на встрече с главой региона обсудили прежде всего проблемные вопросы. Это борьба с контрафактными изделиями, а также недостаток кадров. В регионе разрабатывают дополнительные меры поддержки отрасли. Список должны утвердить до конца месяца. Среди них, например, субсидирование затрат при производстве детских товаров. Думаю, что так, как и федеральное правительство, мы можем предоставить преференции при проведении конкурсов и торгов при осуществлении фронтов закупок. Ну и, конечно, мы должны будем иметь в своей программе софинансированный мер поддержки, который не указан на федеральном органе. Это соцсидирование затрат для многодетных и малообеспеченных слоев населения. Помню, что это приобретение одежды и школьных форм. Кроме того, на встрече с главой региона обсудили состояние посевов сельскохозяйственных культур. Напомним, сошедший с полей снег обнажил погибшие озимые. Это площадь в 36 тысяч гектаров. Региональный Минсельхоз распорядился засеять земельные участки уже яровыми культурами. Правда, и для них погодные условия в некоторых муниципалитетах стали весьма капризными. Потери здесь незначительные, чуть меньше 1%. Мы говорим о том, что сельхозторопроизводители, безусловно, должны производить ежегодное страхование посевов. Это такая государственная программа, где мы, как региональный Минсельхоз, субсидируем 50% страхового, скажем так, страхования. У нас небольшая группа сельхозторопроизводителей, которые действительно страхуют свои посевы. В основном у нас это Чердоклинский район активно проявляет свое участие, соответственно, в страховании. А другие муниципалитеты, в частности, вот если даже возьмем Майнский район, где на сегодняшний день зафиксирована одна из больших, скажем так, процентов гибели ярового сева, до сих пор не идут охотно на страхование. Между тем, в регионе стартовала заготовка кормов для животноводства. В семи муниципалитетах уже собрали порядка 10 тысяч тонн. Итоги же весенней полевой кампании уже по традиции подведут на дне поля. Его отметят в Заволжье 29 июня. Работников текстильной промышленности с профессиональным праздником поздравили региональные власти. Сегодня коллективы ведущих предприятий отрасли чествовал глава региона. На предприятиях как малого, так и среднего предпринимательства сейчас заняты более 2,5 тысяч человек. Годовой оборот швейных фабрик превышает полмиллиарда рублей. Мы высоко ценим активное участие работников большой отрасли в региональных, в социальных проектах, в благотворительных инициативах. Среди них традиционные благотворительные акции «Помоги собраться в школу» мы посчитали ориентировочно чуть больше 20 тысяч человек. В этом году судьи научились от нас, от всех, от жителей, от области и от помощи. Сама церемония прошла в стенах одного из ведущих предприятий отрасли. Глава региона ознакомился с производством, а также с планами швейной фабрики. В ближайшее время здесь откроют новый раскроенный цех. Современное оборудование позволит автоматизировать некоторые процессы производства. В настоящее время загрузка предприятия составляет от 100 до 105%. Ежегодно увеличиваются объемы выпускаемой продукции, осваивается новый ассортимент. Это отметил и глава региона. Сергей Морозов предложил вместе с текстильными фабриками формировать, например, конверты для новорожденных, как подарок мамам. Операция. Обычно это то, что наводит страх и пугает своей болезненностью и травматичностью. Но только не в этом случае. Ведь эта лазерная операция вен выполняется без общего наркоза, через один иголочный прокол. И занимает всего 30-40 минут. Причем сразу после процедуры пациентке предложат приятную прогулку без потери трудоспособности. Ноги Ирины Николаевны вызвали у доктора немало эмоций. Но почему раньше не пришли? Итог – срочная операция. Три месяца назад Ирина Николаевна была выполнена операция лазер по поводу запущенной стадии варикозной болезни. И сейчас мы наблюдаем замечательный результат. Клиника «Варикоза.нет» – это инновационный сосудистый центр. Экспертная диагностика, передовые технологии. Будьте внимательны к себе. Ведь самые тяжелые последствия варикоза – это язва, кровотечение и тромбы, которые могут оторваться, попасть в сердце и в легкие. С наступлением тепла болезнь может только усугубиться. Не откладывайте свой визит к специалисту. Клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». Телефон в Ульяновске. 305-500. Пока одни получают удовольствие, другие – головную боль и прочие побочные эффекты. Деятельность кальянных заведений активизировалась на территории города. Причем зачастую они работают с многочисленными нарушениями законодательства. Совместно с депутатом городской думы сотрудники правоохранительных органов нагрянули в одно из таких мест. Я оттуда кричу, уже угрозы поступали, что мы вам кинем, подождем и так далее. Но это беспредел полнейший. Полнейшим беспределом жители одного из домов на пресечении улицы Гончарова и бульвара Пластова окрестили деятельность соседствующего заведения. Уже пятый год подряд курительный досуг молодежи лишает свежего воздуха и здорового сна обитателей верхних этажей дома. Пока одни, затянувшись кальяном, получают удовольствие, другие – пассивные курильщики – поневоле вынуждены мучиться. Вот мои окна. Я дышу всем, чем все отсюда идет. Оттуда и отсюда. Во-вторых, они здесь все выходят, потому что там им очень душно, там им неприятно. Вот они здесь голок мира, а у них здесь трубка мира. Они выносятся сюда, здесь открываются багажники и начинается гуй-гай, часа в три. Самое тяжелое для нас, где это праздник. Вот мы сейчас с ужином идем 10, 11 и 12 число. Это будет до утра. Они работают до последнего клиента. Такой качественный сервис давно стал поводом для регулярного визита стражей порядка. К гостям в форме уже успели привыкнуть как хозяева, так и посетители заведения. А вот приезд нашей съемочной группы и депутат Ульяновской городской думы все же смог внести некоторые разнообразия в вечера любителей восточных благовоний. Что это заведение? Вообще, у меня это развлекательное. Возвлекательное? Да. Все люди приходят. Здесь кушают, едят? Кушают, едят, с собой приносят. Это общепитие? А почему же это общепитие не так будет добавить? У нас родная добычная продукция, как мы видим, без акциза, без ничего. То есть, контрафакт. Я о чем говорил, то есть, себестоимость такого продукта на рынке 70-80 рублей. А вот сам кальян продают клиентам уже в разы дороже. Подымить в удовольствие обходится посетителям в значительную сумму. От 500 до 2000 рублей. За эти деньги можно выбрать объем, вкус и сочетание курительных смесей. Причем, насладиться могут и несовершеннолетние. Порой в погоне за выяснением предпочтений покупателя работники забывают о соблюдении законодательства. А вообще, что-нибудь спрашивали, когда заказывали? Да нет, в принципе, вообще ничего не спросили. Спросили, какой вкус. Спелый, говорю, свеженький. Здравствуйте. Кто покупал? Кто заказывал? Вы заказывали. У вас паспорт спрашивали, когда вы заказывали? Нет, не спрашивали. Значит, мной установлен факт продажи кальяна с табаком несовершеннолетнему. Значит, будет сейчас опрошен несовершеннолетний и будет осмотрен место происшествия. После чего будет установлен человек, который продал. И уже будет дальше стрим. Документы, которые есть, выяснены, кем является это. Частным лицом продавец, который, либо он индивидуальный предприниматель. И в зависимости от этого уже будут составляться протоколы и штрафные финансы будут. И таких подобных кальянах заведений в городе насчитывается около 50. Помимо нарушений требований пожарной безопасности, санитарных норм, продажи несовершеннолетним, к владельцам есть и другие претензии. В частности, работа с нелегальной продукцией. Их прибыль, которая нигде не отрежена, нигде не показывается. И непонятно идет, на какие нужды с точки зрения финансирования. Мы считаем, что это является теневой частью, теневым сектором экономики. И мы намерены с этим делом бороться. К слову, во многом решить проблемы могут поправки федерального законодательства, которые сейчас активно рассматриваются в стенах Государственной Думы Российской Федерации. По ним колены могут быть приравнены к сигаретам и, соответственно, запрещены в общественных местах. Весенние полевые работы завершены. Настало время для традиционного торжества. В минувшие выходные территория Ульяновского ипподрома стала местом проведения национального чувашского праздника Акатуй. Участницы ансамбля «Наследие» из Старокулаткинского района называют свой коллектив многонациональным и гордятся этим. Но еще больше гордятся, что удается восстановить тексты старых народных песен. Либо написать новые, но в этническом стиле. Чуваши, татары и русские. Мы поем на трех языках частушки наши народные. Изучаем достижения наших сел нашего села. Старых людей уважаем и почитаем, как говорится. И поем на всех трех языках. Старинные песни изучаем. Глава Ульяновской области получает в подарок национальный головной убор. И в компании с руководителями региональной автономии и Чувашского национального конгресса осматривает выставку, в которой принимают участие практически все муниципалитеты региона. А также географических соседей, где компактно проживают Чуваши. Традиции устраивать праздник после окончания весеннего сева уходят корнями глубоко в историю. Хотя современность и накладывает свой отпечаток на ту же национальную кухню. Уже смешалась, наверное, с современностью. Самобытность сохранилась в каких-то названиях, может быть. В том, что все это полезно, не искусственное. При этом на празднике можно увидеть представителей самых разных национальностей. Ульяновская область многонациональна, и именно в этом ее сила. Об этом говорят и на празднике. Буквально две недели назад вместе с представителями мордовского народа мы отмечали их прекрасный праздник Шумбрат. Буквально через неделю здесь, в парке Победы, настанет очередь для Сабантуя. А на следующий день после этого настанет праздник Великой Троицы. Уже упомянутая национальная кухня, ремесла и выступления ансамблей из Ульяновской области, Чуваши и других регионов не только на главной сцене, но и на других площадках. Не обошлось и без традиционной борьбы на поясах. Чуваши называют ее киришу. Ну а по соседству современные конкурсы, больше напоминающие веселые старты. Впрочем, главная задача объединить людей и подарить им хорошее настроение выполнена. Вот, пожалуйста, результат. Сколько здесь регионов. Собираемся. Я желаю и дальше вместе со всеми другими народами в одном ряду, в одной шеренге идти вместе работать, дерзать. И чтоб нам всегда, как говорят народе, как работаешь, так и отдыхаешь, так и вместе собираешься, радуешься. Печальные факты сорвались контракты. В Ульяновской области проблемы со средствами технической реабилитации для инвалидов. Не по заветам Ильича или канализация без гарантии. В поселке Ленинском жидкие отходы откачивают прошловековым способом. Подождет до лучших времен благоустройство на ГАИ-65 затянулось. Да так, что пришлось вызывать съемочную группу. Смотрите авторскую программу Эдуарда Истомина «Правда и справедливость» сразу после нашего выпуска новостей. На этот час у нас все новости. Я благодарю вас за внимание. Прямо сейчас информация о погоде вместе с Ириной Шмыговой. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от 11 до 16 градусов тепла. В Ульяновске плюс 14, плюс 16. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, локально гроза.